Конечно, данные сорта еще очень молоды и могли бы стать прекрасными экземплярами для выдержки. Но мне не терпится вам рассказать о том, что получилось у мастера пивовары. Пиво с содержанием алкоголя 35%. Это вам не шутки шутить. Ну вот, что мы видим внешне. Строго, лаконично, кабинетно. Бокал 0.33, такого пива ты не осилишь. Это то самое слово пивовара, его запрос, его ответ, его креатив, его взгляд как художника. Привет, друзья! Давайте поговорим о развитии украинской индустрии крафтового пивоварения. Сегодня уже никого не удивишь каким-нибудь IPA на ярких американских ароматических хмелях или сезонкой на экзотических фруктах. Пришло время экспериментов, связанных с мастерством и технологичностью процессов пивоварения. Сложная, многоэтапная технология, конечно, увеличивает себестоимость продукта, но такое пиво становится как бы имиджевым что ли, работающим на авторитет автора и, конечно, удивляет и резонирует. Именно поэтому многие крафтовые пивоварни с головой увлеклись бочковой выдержкой, экспериментами с дикими дрожжами, высокоплотными и гибридными стилями пива. Это все, конечно, интересно, это всегда удивляет и расширяет понимание эксклюзивности в пивоварении, но мало кто смог зафиксировать свои достижения. И вот Виктор Ващук, мой хороший друг и наставник, задумал реализовать свое видение стиля барливайн и развить полученный результат, доведя его до, казалось бы, безумства или совершенства. Тут мнения разошлись. Но об этом далее. Все началось с того, что главный пивовар Альбир Брювери, Виктор Ващук, решил сварить, как я уже сказал, пиво в стиле барливайн. В переводе с английского это ячменное вино. Получился ассорт с довольно внушительными характеристиками. Вот он перед вами. Содержание алкоголя в нем 17,9%. Согласно BGCP в стиле 17D English Barley Wine указано граничное содержание до 12%. Начальная плотность сусла 36%, при граничной отметке в BGCP до 30%. Горечь 50 единиц ABU и тут все хорошо, так как диапазон по горечи от 35 до 70 по BGCP. Состав на этикетке не указан. Исходя из существенно завышенных характеристик, данный сорт можно позиционировать как псевдостиль с приставкой Imperial или Double. Вот что говорит об этом сам пивовар. Это ячменное вино. Знаете историю происхождения этого пива? Ну так ржаное вино. Нет, это столетняя война Англии и Франции. Англичане патриоты и сказали, ребята, французы, идите вы нафиг со своем вино, мы сделаем свое. Но они делают в основном барлевайн, ячменное вино с алкоголем 12-13, здесь же 18, это имперский барлевайн. Тут начальная плотность была 36,6%. То есть на получить тонну продукта я подходил тонну 200 ПЛЛ. Это нельзя говорить имперский. Барлевайн вообще широкий. Ну это стиль широкий, но это не классический барлевайн. Бутылочка объемом 0,33 темного стекла, крышечка черного цвета, без логотипа, этикетка круговая. Она черного цвета с надписями в горчичных тонах. На фронтальной стороне название сорта Evolution, ниже надпись Special и позиционирование стиля Barley Wine. Выше название сорта логотип Albir New Craft Story by Victor Vachuk. С правой стороны информация о энергетической ценности, основные характеристики сорта, условия хранения, срок реализации и это 12 месяцев, адрес производственных мощностей и информация о производителе. Еще правее штрих-код на белом фоне. Слева описание сорта, информация о том, что пиво созревало не менее 6 месяцев, позиционирование стиля, начальная плотность сусла, содержание алкоголя и хмелевой горечи с визуализацией в виде шкалы из хмелевых шишек. Рядом изображение золотой награды на одном из пивных конкурсов. Общее впечатление о дизайне бутылки. Строго, лаконично, кабинетно, не очень привлекательно. Дегустировать сорт будем чуть позже, а сейчас расскажу вам о продолжении этой истории. После презентации этого эксклюзивного сорта, Виктор Vachuk решил довести рецептуру до совершенства. Он разработал и применил сложную технологию вымораживания и получил пиво с самым высоким в Украине объемным содержанием алкоголя. И это, внимание, 35%. Рекордсмен получил название Ice Barley Wine Evolution. 29 февраля 2020 года данный сорт вошел в национальный реестр рекордов Украины как самое крепкое пиво страны. Пиво с содержанием алкоголя 35%. Это вам не шутки шутить, прокомментировал рекорд Виктор. И, безусловно, это абсолютно новый уровень в эволюции мастерства пивоварения. И вот эта бутылочка перед вами. Продукт очень штучный, дорогой и, безусловно, эксклюзивный. Соответственно, емкость для него была выбрана в 100 мл. И, возможно, ввиду отсутствия альтернативы в нашей стране, выбор пал на так называемый мерзавчик. Он же Шкалик, он же Чекушка. Название, которое пошло от братьев Чекушкиных, наладивших массовый выпуск подобной продукции еще до революции. И это, честно говоря, воспринимается как-то неоднозначно. Да еще и пробка с закруткой, как у тех самых алкогольных напитков. Но тут ничего не поделаешь. Хотя это, конечно, играет не в плюс данному эликсиру. При первом взгляде складывается впечатление, что все делалось на скорую руку. И криво наклеенная этикетка в том числе. Мне кажется, что емкость должна соответствовать содержанию. И есть довольно простые и недорогие методы придания некой визуальной статусности. К примеру, сургуч, бичева, корковая пробка. Вот, к примеру, можно было сделать что-то похожее на то, что я вам сейчас визуализирую. Но это все лирика. Давайте смотреть на то, что имеем. А вот и мнение самого Виктора о дизайне бутылки. Ну его надо упаковать красиво. Красивую бутылку надо. Ну, смотрелось. Люди смотрели, что это стоит. Ну, в мерзавчике оно не смотрится вообще. Лучше бы уже в пробирке. Бутылочка емкостью 100 мл прозрачная. Крышечка черного цвета с закруткой, без логотипа. Этикетки две. Фронтальная этикетка в том же дизайне, что и предыдущий сорт. Но вместо горчичного цвета надписи в золоте. Форма ее в виде щита. Позиционирование стиля и содержание алкоголя в центре внизу. На контр-этикетке описание сорта и метода его производства. Информация о его достижениях и регистрации национального рекорда. Снизу слева логотип Альбир Нью Крафт Стори Бай Виктор Ващук. И надпись. Пиво воно ризне. Виткрытый для себе новый смак. С повагой броварня Альбир. И, кстати, такая же надпись присутствует на этикетке предыдущего сорта. Из характеристик сорта указанная информация только ключевая. А содержание алкоголя в 35%. Вот что говорит об этом сорте Виктор. Это больше имиджевый продукт. То есть он продает сам себя, грубо говоря. И люди знают, что в таком заведении ты можешь попробовать эксклюзивы больше нигде в Украине. Методом семикратной выморозки было сделано именно от 30 метров. А тут вымораживаете? Да, методом выморозки. Я его слил в кей, ну ему, это 12 лет. Я пишу на бутылке 12 месяцев, но его срок годности. Я специально набрал полбутылки литровой. И уже три месяца на балконе нажарился. Конечно, данные сорта еще очень молоды. И могли бы стать прекрасными экземплярами для выдержки. Но мне не терпится вам рассказать о том, что получилось у мастера пивовары. Виктор, не обессудь. Я думаю, мы с тобой еще продегустируем их в выдержке. Ты же, надеюсь, отложил пару десятков каждого из них для особых случаев? А я продегустирую их в паре. Сравню свои ощущения и попытаюсь их передать вам. Так, для вскрытия Evolution Special Barley Wine нам понадобится открывалка. Я вот сразу хочу их параллельно открыть. Чтобы можно было видеть визуализацию. Чтобы можно было сравнивать. Ну вот, это у нас Evolution. А это у нас Ice Evolution. Выльяю его, наверное, весь для того, чтобы было видно. Ну вот, что мы видим внешне. Ну, так, чтобы вы понимали. С левой стороны это у меня сорт Evolution. Справа это Evolution Ice. Карбонизация у обоих сортов очень спокойная. Некое подобие пенной шапки. Очень мелкозернистой, такой каемочке, скажем так, пенной. Есть в сорте Evolution. В сорте Evolution Ice пенной шапки совершенно нет. Но это и неудивительно. Вымороженный сорт. Есть некие взвеси. Evolution практически прозрачный. С такими рубиновыми отливами. Тело Evolution Ice мудноватое. Такое, туманенькое. Так, чтобы было понятно. Вот это производная вот этого сорта. Это, можно сказать, база-основа. А это уже вот тот продукт, который вот на выходе оказался 35-градусный. Можно вот так сразу визуализировать. Насколько он плотный. Прямо на стенках остаются такие потеки, как от ликера. Чего не скажешь о базе. База явно даже визуально кажется менее плотной. Хотя это тоже довольно плотный сорт. Давайте ощутим их аромат. Ну, аромат довольно богатый, солодовый. Должен вам сказать, что ароматы очень схожие. И это понятно, что это база, а это уже окончательный продукт. Единственное, здесь явно в айсе, вот так мы неправильно сделали, в айсе все более концентрированное, чувствуется присутствие алкоголя. То есть, прям сразу чувствуется. Хотя, есть еще какая-то такая скругленность, я бы так сказал. Но, в общем, можно говорить о том, что ароматы схожи. Они довольно богатые, солодовые, с карамельными тонами, с нотами сухофруктов и нюансами фруктового мармелада, даже если хотите. С хлебными намеками, с некоторыми хмелевыми цветочными и землистыми ассоциациями. Алкогольная ароматика мягкая, круглая, она такая, в данном варианте, хересоподобная, но более концентрирована, конечно, в 35 градусном экземпляре. Интенсивность ее, скорее всего, уменьшится с возрастом у первого экземпляра, ну, а у второго, может быть, немножко она скруглится. Что ж, давайте пробовать. Ну, что я могу сказать? Реально, два родственных сорта. Первый, честно говоря, больше напоминает пиво, чем второй, потому что второй, это уже явное вино или либо ликер. По вкусовым ощущениям сразу все прогрело, и сейчас я буду вам рассказывать свои впечатления, исключительно руководствуясь первым впечатлением, скажем так. Вкус довольно сложный у первого и второго. Он сильный, интенсивный. Ну, нужно понимать и нужно говорить о том, что, собственно, вкусовые и ароматические восприятия у них очень схожие. Это продолжение букета от одного ко второму. Ничего не исчезло во втором, он стал просто более интенсивным. И первый, мне кажется, более приятный на восприятие только лишь потому, что он какой-то более легкий, ну, более легко заходит. Во втором, приятно его и подкупает его уникальность, скажем так. Несмотря на его высокую алкогольность, мы все равно понимаем, что это в какой-то степени относится к пиву. Хотя, если бы вслепую мне налили в бокал такого напитка, я бы мог легко спутать это с каким-нибудь портвейном, либо вином. Может быть, даже ликером. Значит, как я уже сказал, сложный, интенсивный вкус, многослойный и в одном и в другом варианте. Солодовой направленности, с ореховыми, мускатными и хересными тонами, карамельным фоном, сухофруктовыми нотами изюма, груши. Причем груша такая уже вяленая, мягкая груша, а вот она больше проявилась уже в вымороженном варианте. Сливы, инжира, жженого сахара. С умеренной такой солодовой сладостью. Она вроде бы какая-то такая всеобъемлющая, вся такая сложная, но в то же время она не приторная. Сложные спирты проявляют свою благородную силу и мягко согревают. В первом варианте и довольно агрессивно согревают. Во втором, причем эта агрессивность она не резкая, она такая просто какая-то более плотная, да, всеобъемлющая такая. Хмелевая горечь у них древесного характера. Честно скажу, не чувствуется 50 позиционируемых единиц ABU. Немного землистого характера. В то же время она присутствует, принимая активное участие в создании баланса. Тело плотное, округлое, бархатное, нектароподобное. Причем все эти аппетиты и описания я могу применить и к первому, и ко второму сорту. Как я уже сказал, вкус ароматика у них очень схожая. В долгом послевкусии угасающая алкогольная теплота, нектароподобная такая, тянущаяся, с муткатными и солодовыми нотами, с легким пощипыванием от той же горечи. Да, это очень достойно. И 35% которые заявлены, они конечно чувствуются своим характером. Бокал 0,33 такого пива ты не осилишь. Но вот такую вот бутылочку, 100 граммовую, вполне себе можно с ней провести вечер, скажем так. Что можно сказать, подводя итоги? Резюмируя. В этих двух эксклюзивных сортах пива демонстрация солодового богатства и сложных интенсивных ароматов и вкусов. Это квинтэссенция в мире солодового пива, это представление индивидуальности пивовара, его особого взгляда на довольно широкие границы стиля. Это сложность без границ, это статусность, это специальность, это наслаждение, это страсть, это прозрение, новое восприятие. Это резонанс и, наверное, какая-то неоднозначность. Это всегда очень интересно и неповторимо. Это то самое слово пивовара, его запрос, его ответ, его креатив, его взгляд как художника. Очень интересные стили и не менее интересное их воплощение. Безусловно, такие эксперименты должны иметь место. И именно они, более чем какие-либо другие, расскажут нам о внутреннем мире их создателя. Стоимость сорта Evolution в Украине в емкости 0.33 около 115 гривен. И это чуть больше 4 долларов на американские деньги. Ice Barley Wine Evolution в емкости 100 мл будет стоить около 330 гривен. И это приблизительно 12 долларов. А на сегодня у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, делайте перепосты, ставьте палец вверх, если видео понравилось. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok